А скажите, вы говорили о том, что здесь был монастырь. Обычно это связано с каким-то событием? Я не знаю. Может, тогда гнали из веры, из этой, из старобрядческой, из нашей. Я летом побывал в районе Уст-Тилма, на севере республики Коми. Там живут в том числе староверы-поморцы. Что меня потрясло, это особые отношения староверов и к своим предкам, и к культуре своих предков. Одной из главных традиций у староверов является культ предков, который я наблюдал вперед между Ивановым и Петровым дням. В Уст-Тилме в конце Петровского поста, в ночь с 11 на 12 июля, жители Уст-Тилмы устраивают праздник Петровщины. Местные семьями жгут костры на берегу реки, варят уху и специальную кашу, поют старорусские песни и гуляют до утра. Раньше у жителей было принято переплевать на другой берег реки, что символизировало перемещение в другой мир. На кладбышах существуют странные конструкции с маленьким окошком для контакта между мирами. Здесь мы видим вот такие как бы крыши, это полотенца и вот эти острые концы вот этих полотенец считаются пальцы, пальцы руки, как бы распростертые руки над его могилой. Предки староверов, которые живут на берегах рек Пижма или Печора, появились в этом регионе в середине 17 века, после раскола в Русской Православной Церкви. Староверы считают себя наследниками дореформенной Руси. Они стараются сохранить все догмати, канонические положения, чины и последования от Древней Русской Церкви, которые существовали до раскола. Бассейн Печори тесно связан с культурой староверов. В деревне Скитская в 18 веке был известный Великопожинский скит. Именно этот Великопожинский скит имел очень обширные связи со всеми староверами, которые жили вне вот этой земли нашей. Вот этот центр, который именно находился, по сути дела, на самом востоке европейской части России, имел такое вот обширное, так сказать, влияние на всех староверах, которые жили здесь. У святых апостолов, в первых правилах книги Корчей, там, как говорится, написано, что кто молится вместе с еретиком, является сам еретиком. И кто, как говорится, ест из одной посуды вместе с, как говорится, с едоверным, получается, сам веру свою не сохранил. И потому никакого общения такого, которое с другими верами у нас, молитвенного именно, и общения, значит, как бы церковного нет. В эти дни, с 7 до 12, значит, июля, идет пост. Церковь сама, как бы, веселье строго запрещает. А вот именно 12 числа, когда пост заканчивается, вот, всякое, что было гуляние. Люди в этом регионе не отреклись от старого церковного закона. Они продолжали переписывать старые церковные книги и иконы по старым образом. В регионе также распространены медные иконы со старыми дораскольными образами. Я купил несколько из них на памятник. Вот такой и вот такой. Эти металлические иконы были удобнее для того, чтобы их взять с собой во время гонения и длинного путешествия. Икона производилась именно, получается, по промыслу Божьего. Человек не принимал в этом участие в самом изображении лика Божьего. Заливался, просто делался оттиск, заливался туда, как говорится, вот этот сплав. Вот. И что получилось, то получилось. Только могли немножко подправить там и все. Древенную икону надо было уже писать мастеру. Староверии еще и крестятся по-другому. Это крестное знамение называется двуперстием, как в старых иконах. У них еще есть старобрядческая листовка. Это четкий для молитвы. Листовка внешне напоминает гибкую лестницу и символизирует в старобрядческой традиции лестницу духовного восхождения, земли на небо. Является также символом вечности, как замкнутый круг. Так, это у нас лестовка, которую должен носить каждый христианин. А это чистый старовер? Да, только, да, только у староверов. В семи староверов на Печоре у каждого члена семьи есть обычно свои собственные посуды и приборы, которые используют во время поминок, особых трапез и прочих праздников. До сих пор они используют расписанные деревянные ложки, расписанные в их собственном стиле, который называется пижемские. Вот они, пижемские ложки со своими растительными там. И обычно краски такие красные, зеленые, иногда черные. Но в этом регионе староверы не такие строгие, как в других регионах, в Сибири, например, или в Туве. Мне всегда казалось, что очень важно знать и помнить о своих предках. Это помогает знать, откуда мы и куда мы развиваемся. Увидимся в следующем выпуске. Не забудьте подписаться и нажать колокольчик.